С момента начала специальной военной операции количество добровольцев, поступающих на службу по контракту, значительно выросло. Одни хотят защитить родных и близких, другие стать примером для подрастающего поколения. Преподаватель одной из самарских школ пришел в военкомат промышленного района, чтобы заключить контракт на военную службу. Прислушались ко всем моим аргументам, почему и зачем. То есть и дусь, и служить по контракту. Современное поколение достаточно сложно воспитываемо в патриотическом плане. Это лучше, конечно, своим личным опытом, своим личным примером преподнести нам поколению и сказать о том, что добровольство и служение, так скажем, России и армии – это с честью и достоинством нужно. В военкомате промышленного района во Всероссийский день призывника собрались новобранцы, юнормейцы и те, кто уже служит по контракту. Здесь состоялось награждение военнослужащих, вернувшихся в отпуск из зоны проведения СВО. Сразу нескольким бойцам была присвоена государственная награда – Орден Мужества. Ее вручают людям, проявившим самоотверженность и отвагу при спасении людей, или показавшим смелые и решительные действия при исполнении воинского долга. На встрече можно было пообщаться с теми, кто уже связал свою жизнь с военным ремеслом и не понаслышке знает, каково это – быть в бою. Нет, ну страх у каждого человека есть, никто не хочет умирать. Но все преодолеваем страх. Самый главный дух, боевой дух, желание защитить Родину, свое поколение, детей. Потому что если мы их не остановим там, то не будет нас. В рядах нашей армии сейчас немало добровольцев, подписавших контракт на военную службу. По словам бойцов, это выгодно не только в финансовом плане, но и в социальном. Военнослужащим и членам их семей оказывается разносторонняя поддержка со стороны государства. В настоящее время на территории Самарской области по инициативе губернатора специально для участников СВО создана программа «Возвращение». Благодаря ей бойцы получают помощь в оформлении льгот, комплексное лечение и помощь в психологической адаптации. Этот проект рекомендован президентом нашей страны Владимиром Путином к тиражированию и в других регионах. Кроме того, внимание оказывается не только тем военнослужащим, которые вернулись в родной город по причине ранения или отпуска. Бойцов, находящихся на службе, также снабжают всем необходимым. Пошел служить добровольно, об этом не жалею. Командование хорошее, кормит отлично, одевает, обывает. Всем ребятам советую, потому что никто, кроме нас, не защитит наших жён, матерей, детей. Нас обучили всему до того, как мы попали. Командование хорошее, отличное. Все друзья, которые с нами были, все стали братьями, все друг за другом. Армия закаляет тело и дух, говорят бойцы. И если военный контракт предполагает наличие определенной подготовки, то срочная служба – это этап, который должен пройти каждый. Я хочу сказать, что ни один военнослужащий, который будет призван в вооруженные силы Российской Федерации по призыву, не попадет в зону СВО и будут находиться они в частях. Проходят они перед этим отбор медицинский, жёсткий, чтобы попасть как раз в те рода войск, чтобы соответствовало их образованию, их желанию. Весенний призыв 2023 года стартовал 1 апреля. Традиционно он продлится 3,5 месяца и завершится 15 июля. Александра Гусева, Константин Головин. События.